Витязь Гимноклуба 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 На этом мы и порешили. Нечаянный разговор затянулся надолго. В этот же вечер родилась главная строчка гимна. Если Вячеславу писать стихи о Витязи было не впервой, то для Эдуарда написание музыки для хоккейного клуба стало дебютом. Я музыкант, гитарист, композитор, аранжировщик. Занимаюсь музыкой, всю жизнь занимался музыкой, и только музыкой. Много где играл, с разными звездами шоу-бизнеса, записывал альбомы. Николай Носков, Александр Эвскляр, Марина Хлебникова, группа «Смэш», группа «Чай вдвоем», с которым мы выступали даже на отборочном туре на Евровидении, песню я им делал, Жанна Фриске, много-много-много. Далекий не только от Витязя, но и от хоккея вообще, Эдуард настолько заразился энергетикой случайного знакомого, что придя домой, первым делом взялся за гитару. Чтобы написать музыку целиком, ему хватило двух дней. За это же время был готов и текст гимна. «Алло, Эдик, привет! Ну что, слова готовы? Когда будем музыку писать?» Через неделю Вячеслав и Эдуард встретились снова на этот раз, о меланхолии никто из них не задумывался. Демо-версия музыки и стихи дали повод для предметного разговора. «И пускай руки-то бронки под салфа, воздух мелких разрывает пиконки, путь заполнит наш соперник навсегда, и расскажет о том своим потомкам. Та-та-та-та-та! Ведь из чехов не остается никогда!» Пробную запись сделали здесь же, в домашней студии. Полученный результат прослушали десятки раз. Что не так, поняли сразу. Голос гимна совсем не тот. «Я просто по большому счету напел текст, чтобы показать мелодию всего лишь и слова, как правильно. А так, гимн, он должен исполняться каким-то определенным исполнителем. И здесь на ум приходит в первую очередь кто? Иосиф Давыдович Кобзон, Лев Лещенко, не знаю, Ярослав Евдокимов, наверное. Ну, то есть исполнители, которые ассоциируются с неким пафосом, таким патетикой». Кроме голоса и музыку надо довести до конца, вывести гимн в свет сейчас просто невозможно. «Виртуальные инструменты. Здесь только получается живая гитара, живая бас-гитара, а здесь очень много духовых инструментов, очень много, целый почти симфонический оркестр. И, во всяком случае, хотелось бы записать это, как говорится, по-взрослому, по-настоящему. Тогда это и будет иметь резонанс на самом деле, потому что в таком виде это все-таки хоум-версия, такая кухонная немножко, ее можно культивировать среди своих друзей, но выносить на суд людей действительно как гимн, чтобы она звучала в должном месте как-то несколько неправильно. Делалось это ведь для того, что начинается, наверное, матч, поднимаются флаги, насколько я знаю, и у каждой команды звучит гимн. И тут звучит такой гимн с позывными, с такими струбами, с фанфарами, которые, наверное, хотелось бы, чтобы запоминались с самых первых нот своего звучания, и чтобы болельщики знали, ага, это звучит наш гимн. Я уверен, что эту песню, если мы доведем ее до ума все вместе, ее будет петь, припев будет подпевать весь Ледовый дворец, и весь Ледовый дворец будет гордиться тем, все люди будут гордиться тем, что они будут петь. Ведь из Чехов не сдается никогда. Это так и есть, и нам осталось сделать последний шаг. Я верю, что мы его сделаем, конечно. На арене Ледового хоккейного центра «Витязь» сейчас пусто, но совсем скоро здесь начнутся новые хоккейные баталии. Трибуны заполняют сотни фанатов. Бодрыми криками и песнями они будут приветствовать любимый клуб. И, возможно, среди этих самых песен будет первый и по-настоящему народный гимн клуба. И, пускай разбита бровь и под солба, Воздух в легких разрывает перепонки. Пусть запомнит наш соперник навсегда, И расскажет он о том своим потомкам.